Добрый день, уважаемые участники мемориала Александра Александровича Кондратова. Мы сейчас беседуем с креативным директором нашего турнира Евгением Пашковского о тему, которая стоит дебатировать на нашем турнире. И прежде всего поговорим о первой такой теме, о том, должно ли государство финансировать спорт выше достижения. Прежде всего к Евгению вопрос, вот если обычная команда вместе с тренером, который начинает готовиться к данной теме, что прежде всего должно прийти им в голову, какие основные идеи, ассоциации, вообще как понимать эту тему до того, как произвести серьезный анализ по физку. О чем эта тема? Добрый день, для того, чтобы начать, с чего начать ленинская работа, словно говоря, то, чтобы определить основные идеи в этой теме или, соответственно, с чего начать нашу работу, нужно выбрать сначала определение, что такое спорт выше достижений. И буду говорить точно, чтобы не облегчать работу участников турнира. Просто концентрируемся на том, что это, во-первых, высокооплачиваемый спорт, во-вторых, это спорт, который может потянуть за собой либо крупная корпорация, либо ряд спонсоров объединенных вместе, либо это, соответственно, государственное финансирование. И носит он характер, прежде всего, национальный, либо международный, либо, в таких серьезных случаях, глобальный или всемирный характер. Ну, если говорить конкретно, то это чемпионат по отрасли внутри страны, чемпионат по какой-то конкретной, соответственно, ситуации. Вид спорта. Да, вид спорта. Это, соответственно, крикет, дейсбол, все что угодно между странами, или, соответственно, это олимпиады. Когда мы говорим о том, чтобы на чем сконцентрироваться, то мы выбираем либо спорт в конкретной стране, точнее говоря, профессиональный спорт, высокооплачиваемый в конкретной стране, либо о том, как проводить чемпионаты, либо как организовывать олимпиаду. И, соответственно, я бы не рекомендовал участникам брать все сразу в одну гребенку. Там все, под одну гребенку. Не нужно это делать, просто выбираем одну область и говорим по ней достаточно серьезно, долго и аргументировать. То есть, правильно ли я понимаю, что так называемый любительский спорт или, скажем так, физкультура вообще не должна являться... То есть, спорт в рамках физкультуры не должен быть предметом этих дебатов. Уже прошли те времена, когда любители достигали олимпийских рекордов. В данном случае мы можем говорить либо о профессиональном спорте, и, соответственно, когда спортсмен всю свою жизнь посвятил этому, и, соответственно, у него нет другой профессии. Либо же мы будем говорить о Паралимпиаде, хотя уже в настоящий момент, в общем-то, спортсмены-паралимпийцы живут по канонам их собратьев, которые занимаются обычными олимпийскими играми. То есть, в данном случае спорт любительский уже перестал быть спортом высших достижений. Уже давно, лет 30 назад точно. Когда наши участники обратятся к конкретному исследованию, они, очевидно, выйдут на две модели финансирования развития спорта, который существует в современном мире и который достаточно успешно. Результаты последней Лондонской Олимпиады свидетельствуют об этом. Условно говоря, модель китайская, где спорт фактически 100% финансируется государством, и модель американская, где в Соединенных Штатах фактически спорт финансируется в значительной степени коммерческими структурами, хотя и не без участия государства. Вот насколько данные модели являются с вашей точки зрения, с твоей точки зрения идеальными, то есть такими, которые существуют только в Китае, только в США и неприменимы нигде? Или же участники дебатов могут все-таки пойти шире и найти какие-то средние модели, смешанные модели и так далее? То есть, все-таки, когда мы дебатируем финансирование государством, это такие крайне радикальные полюсы, или же между ними есть какое-то такое среднее промежуточное звено? Я бы не сказал, что это какие-то особо идеальные модели, которые сформированы только по культурным специфическим особенностям этих стран, потому что профессиональный спорт, ну, как бы система профессионального отбора Китая, она была во многом заимствована из Советского Союза. Соответственно, речь идет о том, кто, условно говоря, в доме хозяин. Либо это государство, и, соответственно, государство организовывает систему профессионального отбора спортсменов, одновременно с этим систему массового досугу, ну, как бы спорта, который при квалифицированной системе отбора позволяет обеспечить поиск профессионалов, их рекрутацию и, соответственно, дальнейшее обучение. Либо этим занимаются частные компании, которые оценивают деятельность спортсменов, используют их в дальнейшем и обеспечиваем определенные бонусы, еще начиная, там, условно говоря, с университетской или школьной скаминги. И в одном и в другом случае нужно оценивать либо экономическое развитие, либо существующую социальную систему, скажем так, развитие общества, и плюс возможности. То есть, если у нас есть сильное, успешное государство, которое может себе это позволить, то да, если этого государства нет и государство должно решать какие-то другие проблемы, то лучше всего заниматься этими проблемами, а спорт высших достижений оставить на откуп компаниям, которые, в общем-то, и сами могут решить этот вопрос. Давайте посмотрим на дебаты с точки зрения стороны утверждения о том, что все-таки государство призвано и должно, а финансировать, а может просто должно финансировать этот спорт, там высших достижений. В чем, собственно, интерес, как вы видите, государства в финансировании, скажем, национальных сборных, участвующих в чемпионатах мира, или индивидуальных спортсменов, участвующих в олимпийских играх. В чем, вообще, максимальный интерес и польза для государственного образа, для государственной власти, и вообще для государства в целом? Ну, прежде всего, это, конечно же, политический пиар, то есть любой успешно выступивший спортсмен, сборная, особенно на олимпийских играх, демонстрирует, условно говоря, престиж этого государства на международной арене. То есть, ну, понятно, почему за это бросится Китай, потому что доказать, что Китай – это достаточно великое государство для того, чтобы осуществить сначала экономический ремонт, потом создать, условно говоря, успешную работающую политическую систему, потом, соответственно, идет спорт, космос и все остальное. То есть, это определенный вариант престижа. Во-вторых, это, прежде всего, ну, концентрация, условно говоря, жителей, населения, народа на спортивные победы. То есть, государству вообще нужны победы. Раньше это были военные победы, но сейчас воевать достаточно сложно, дорого, затратно, плюс проблем. Гораздо лучше организовать спортивные состязания и доказать триумф национальной сборной. Поэтому деньги, вложенные в спорт, это, как раньше, деньги, вложенные в линкорды. В принципе, то же самое. Принцип престиж. Раньше был флаг и, соответственно, мощный корабль. Сейчас это мощная сборная и демонстрация ее достижений во всему миру. Насколько эти вот престижные соображения, соображения такого идеологического плана, действительно часто превосходят какие-то финансовые выгоды? Потому что, скажем, известно, что олимпийские чемпионы Лондона получили от федеральных российских властей, а также от региональных властей, значительные материальные стимулы. Получили автомобили, определенные денежные суммы, которые, в общем-то, для обычного человека, для обычного гражданина кажутся действительно такими чрезмерными и завышенными. Почему государство готово тратиться на создание центров подготовки, если выдавать, тратить огромные бюджетные средства, если это только соображение идеологии и международного престижа? Неужели современный международный престиж так дорого стоит? Или это копейки по сравнению с возможными другими затратами? Ну, представьте себе, что вы, например, строите систему массового социального обеспечения, обеспечиваете индустриализацию или, например, организуете какой-то затратный космический или любой другой инфраструктурный проект. То есть не факт, что ваши деньги будут использованы правильно, что их, соответственно, не постигнет судьба долгостроев, то есть там, которые пропадут, и, в общем-то, то, что вы вложили, не будет достаточно эффективно востребовано. И, соответственно, возникнет вопрос, почему вы тратите эти деньги не так эффективно, как это должно быть. Спорт, условно говоря, вы вкладываете сейчас, через 4 года, на Олимпийские игры вы получаете какой-то успех определенный. Либо, если вы спонсируете национальную сборную, вы получаете тогда национальную сборную, которая завоевывает медали, награды, скупки и так далее, либо вы, условно говоря, скупаете спортсменов, даете им российское гражданство и говорите, что вот российский гражданин достиг определенных успехов. Но это все-таки капитал символический. Мой вопрос связан с тем, а за сколько государство может преобразовать этот символический или идеологический капитал в капитал реальный, в капитал материальный. Есть ли прямая связь между победами представителей той или иной страны в Олимпиаде и экономическими факторами, экономическим ростом, прогрессом этой страны, так или иначе? Есть ли зависимость между идеологией и символизмом, и экономикой? Ну, есть определенные, потому что, когда вы видите многократно поднятый российский флаг, когда вы видите успешную сборную, то многие люди оценивают государство прежде всего с этой точки зрения, что раз там есть, условно говоря, успешная сборная, раз там есть массовый спорт, раз там есть футбол, который там чемпион мира или там чемпион Европы или там, соответственно, какая-то другая команда, которая футбол, например, то в этой стране, значит, не все так плохо, и в принципе, соответственно, компания приходит в эти страны, и, ну, прежде всего для России, то есть России нужно улучшать свой имидж в какой-то степени. Если мы не можем его улучшить с точки зрения политики или с точки зрения экономики, то, пускай уж лучше мы будем улучшать это через спорт, через какие-то другие способы. То есть, если у нас существует ситуация проблемного имиджа, то его надо как-то исправлять. И спорт – это один из достаточно эффективных способов. Вернемся к массовому, к вопросу о массовом спорте. Наверняка сторона утверждения в этих дебатах задумывается о том, что поддержка спортовых достижений со стороны государства – это не просто однократная мера, а это еще будет иметь выражение в развитии массового спорта, детского спорта, в развитии физкультуры. Насколько, на Ваш взгляд, аргументы о примере профессиональных спортсменов для спортсменов-любителей и для детей спортсменов могут быть сильными в этих дебатах? Могут быть очень сильными, потому что, не буду оценивать по сегодняшней России, я думаю, примеры и так найдутся нашими участниками. Скажу лишь по Советскому Союзу, например, шахматные чемпионы во многом способствовали тому, что молодые советские, российские шахматисты стали массово идти записываться в шахматные кружки и, соответственно, будущие, ну, как бы нынешние поколения гроссмейстеров, Карпов, Каспаров, они, в общем-то, воспитаны теми, кто видел блестящую игру Алехина, Савека Побланки и других, ну, чемпионов. Таким образом, условно говоря, если мы сейчас поддержим спорт высших достижений, если мы покажем успешный пример российских футболистов, российских футболистов, российских баскетболистов, то мы можем увидеть определенный интерес к этому виду спорта, а если это еще грамотно организовать рекламную кампанию, пиар-акцию, то, соответственно, в дальнейшем у детей будет мотивация к тому, чтобы достичь, условно говоря, ну, если не достичь, то хотя бы заниматься серьезно тем спортом, который они увидели по телевизору, в компьютере или еще как-то. Почему Китайская Народная Республика вот уже вторую или третью Олимпиаду является безоговорочным лидером в неофициальном командном зачете золотых медалей? А, скажем, на прошедших недавно паралимпийских играх разрыв между первым местом Китая и вторым местом команды России составил фактически по количеству медалей и превысил более чем два раза. В чем успех китайских, потрясающий успех китайских спортсменов на последних мировых спортивных соревнованиях? Ну, я бы разделил этот успех на три составные части, каждая из которых играет равную роль. Первое, это то, что, когда в стране один миллиард с лишним человек, вы можете совершенно свободно выбрать из большого количества людей и те, кто соответствует по физическим, соответственно, любым другим способностям. Во-вторых, Китай испытывает период серьезного экономического, духовного, политического подъема, который позволяет ему, в общем-то, позволяет спортсменам, прежде всего, ощущать себя частью великой державы, которая идет на взлет. И таким образом они, условно говоря, бьются, как бились китайские партизаны в 40-е годы, как там, условно говоря, сейчас развивается экономика Китая. То есть, условно говоря, это такая вот жажда победить, жажда достигнуть успеха и жажда прославить свою собственную страну. Им есть чем гордиться, и они имеют право на то, чтобы реализовать себя экспортсмены. И третий момент, который достаточно серьезно играет свою роль, мы видим, что Китай – это общество, где не все хорошо в социальной сфере, где множество безработных, где множество людей со сломанными судьбами, которые не могут, в общем-то, достичь жизни. И для них вот любая попытка выйти в спорт высших достижений или даже, например, параолимпийская сборная. То есть, если, условно говоря, инвалид попадает в эту сборную, если он развивается, если он достигает успеха, они о нем вспоминают, его не бросят, его поддержат. И, соответственно, он получит, в общем-то, шанс в жизни. Потому что, ну, китайская система социального обеспечения достаточно бедная, достаточно слабая, и, в общем-то, я бы не позволял лицам ограниченных возможностей в Китае. Потому что это далеко не Западная Европа. И даже, я бы даже сказал так, что это далеко даже не Россия. Поэтому в данном случае это шанс выжить, шанс самореализоваться и шанс, в общем-то, продемонстрировать себя, показать, что это часть вековки. Ну, вот сразу перейдем к стороне отрицания, которое даже из последних твоих слов может сделать вывод о том, что финно-государственное финансирование это важная, но не единственная причина такого прогресса китайских спортсменов. Тогда мы посмотрим на сторону отрицания. Как отрицать необходимость такого государственного финансирования и поддержки государственного государства. Посмотрим на американскую модель. Очень сильный в Соединенных Штатах развит школьный спорт, это университетский спорт. Есть фактически в каждом университете, в каждой школе есть серьезная спортивная команда, которая финансируется, собственно, данной школой или данным университетом. Студенческие лиги одни из самых мощно развитых с точки зрения спорта. Достаточно сказать, что американская сборная по хоккею на Олимпиаде 80-го года состояла именно из студентов и выиграла Олимпиаду в 80-е годы, выиграла Олимпийские игры. Вопрос в чем? Почему государство, переведя финансирование спорта на уровень университетов, частных корпораций, бизнес-другой, тем не менее, получает достаточно высокие эффекты от выступления американских спортсменов и соображения престижа, национального флага и так далее, хотя фактически, фактически основные инвестиции в спорт делаются в частных секторах. В чем причина популярности и успешности такой модели? Ну, прежде всего, могу сказать о том, что в этой модели есть определенные традиции, связанные с минимальным участием государства в делах, в общем-то, жизни человека, то есть, социальное государство в Америке родилось 80 лет назад, достаточно немного, в сравнении с той же самой Германией, которая испытала, в общем-то, имеется 20-летнюю историю, по меньшей мере, каких-то первых социальных реформ в области государства. И тут мы смотрим на то, что, условно говоря, в Америке есть и сильные компании, и университеты там, в общем-то, за счет пожертвований выпускников и за счет того, что они могут позволить себе брать деньги за обучение, обеспечивают, ну, скажем так, университетская команда может себе это позволить. Они могут себе позволить университетскую команду, они могут ее экипировать и обучить, и, соответственно, тем более обеспечить, соответственно, развитие и высокие достижения. В данном случае мы имеем в виду тот факт, что бизнес в Америке, он все-таки патриотически ориентирован, как говорится, что выгодно там для General Motors, выгодно и для США, и наоборот. Поэтому, в общем-то, государство заинтересовано в процветании компании, компании заинтересованы в том, чтобы поднимать престиж Америки, поднимать, соответственно, возможность и таким образом возможный рейтинг Соединенных Штатов, и таким образом, если Соединенные Штаты получат дополнительные олимпиады, значит, их престиж вырастет и вырастет в престиж той компании, которую я воспитал. Она может совершенно спокойно организовывать рекламные туры со своими, в общем-то, спортсменами, которые выступали от имени этой компании, ну, не то чтобы от имени компании, они выступали от имени Соединенных Штатов, но они выступали на средства этой компании. То есть компания тоже получает, условно говоря, успешные промо-туры, причем в той отрасли, где она, в общем-то, не должна была появляться, то есть в области спорта. Таким образом, это пиар для компании, это пиар для государства, и это плюс достаточно серьезное вложение денег, потому что компании сейчас тратят бешеные деньги на свой собственный имидж и вложение в спорт высших достижений – это достаточно разумная трата средств. Тогда вопрос в том, в Соединенных Штатах нет министерства спорта, а есть в отличие от России. То есть, несмотря на то, что есть и советники, и президенты по физической культуре, долгое время этот пост занимал Арнольд Шварценеггер, известный актер и спортсмен, но тем не менее таких государственных учреждений, в собственном смысле слова, занимающихся спортом, как в России нет. Почему бизнес, бизнес-структура, бизнес-сообщество является более эффективным менеджером в сфере спорта, спортивным менеджером, чем государственная организация? Потому что бизнес-структура будет гораздо лучше контролировать средства, вложенные, потраченные, в общем-то, когда деньги тратятся, она будет следить за тем, как будут использованы эти средства. Соответственно, в отношении государственных чиновников тут играет роль все-таки проблема государственного аппарата. Прежде всего, конечно же, негибкость, во многом коррупция, желание достичь, условно говоря, каких-то заоблачных результатов, планирования. То есть, ну, во многом те проблемы, которые связаны с лишней ролью государства. То есть, государство иногда не может допустить нормального развития, потому что коррупция, неформальные связи, желание потрафить родному человеку, соответственно, способствовать, поставить на нужную должность знакомого или еще какие-то такие вот огрехи, с которыми сталкивается государство, они могут обеспечить не самое лучшее развитие. Да, но известно, что в дебатах аргументы о коррупции, мягко скажем, не жалуются судьями. То есть, есть ли действительно какие-то примеры неэффективного от траты бюджетных средств, выделяемых на спорт и подготовку спортсменов со стороны государства? Ну, сколько угодно. Ну, вот, например, если мы посмотрим об Олимпиаде в Сочи, любимый, в общем-то, такой вот проект Владимира Владимировича Путина, то мы увидим, что и сама идея проведения зимней Олимпиады в субтропиках, то есть, ну, единственное место в России, где есть нормальный теплый климат, и он там более-менее, ну, почти там, 11-9 месяцев в году, сам этот факт доказывает влюбивающую неэффективность траты государственных средств, потому что снега в России может быть сколько угодно и натурального. Там Красноярск, Салихард, Санкт-Петербург, Мурманск, вперед. Сколько угодно вы можете найти снега, и зимняя Олимпиада будет блестящая. Если вам нужны горы, пожалуйста, есть Урал, есть там Алтай, есть все, что душево будет. Все-таки почему был выбран Сочи? Сочи был выбран прежде всего из-за того, что эта инфраструктура может быть использована потом дальнейшим частными лицами, потому что это находится недалеко от резиденции главы государства. В целом, потому что Сочи для мира гораздо известен, гораздо больше известен, как, в общем, такой центр, условно говоря, такой субтропической культуры, чем Красноярск или любой другой город России, где суровая зимняя погода? Тогда, собственно, многие скажут с точки зрения отрицания, что, я думаю, будет такие потенциальные идеи у команд о том, что финансирование спорта государством – это особо высшее достижение, не всего спорта. Это не просто затратное мероприятие, это не просто высок процент нецелевого расходования средств. Но это совершенно не имеет прямого отношения к развитию массового спорта в стране. Насколько правомерен все-таки аргумент о том, что выступления профессиональных спортсменов, чемпионов на чемпионатах мира, Европы и Алипийских игр, не имеют прямой связи с здоровьем населения и со здоровым образом жизни, который существует в той или иной стране? Ну, с одной стороны, это так, с другой стороны, определенные и не так. Мы можем посмотреть на футбольных болельщиков. Кто эти люди? Это люди, которые болеют за свой сборный телевизор или в пивном баре, соответственно, с кружкой пива и потребляя зарядные доли калорий. С другой стороны, мы видим молодежь с горящими глазами, которая готова бороться за своих фанатов и сама, в общем-то, стремится играть в футбол. То есть весь вопрос в том, насколько мы можем загнать вот эту полезную энергию, которая получается из-за красивой игры. Мы ее можем, условно говоря, превратить в толпу фанатов, которые будут пить пиво и, соответственно, организовывать уличные беспорядки. Или же мы можем, условно говоря, мотивировать молодежь, талантливую и не очень, для того, чтобы они занимались спортом и продлили свою, в общем-то, жизнь и, соответственно, смогли, в общем-то, сохранить свою здоровье. А вот если мы на стороне отрицаний и против государственного финансирования, как нам доказать то, что нет такой связи между здоровым образом жизни и здоровьем нации и достижениями в спорте, особенно на который финансируется из государственного бюджета? Ну, это делается достаточно просто, потому что любой построенный ультрасовременный стадион для тренировки национальной сборной – это какое-то количество детских площадок, которые могли бы быть построены, детских футбольных полей, соответственно, там плавательный бассейн для школ. То есть это все оценивается в эквивалентных затратах. То есть в том месте одного такого стадиона или там одного олимпийского плавательного бассейна это как минимум десятки, а то и сотни учреждений или, соответственно, объектов спорта для спортивной инфраструктуры, для школ или, соответственно, для университетов. Раскрой секрет, Евгений, когда будет построен стадион «Зенита» в Петербурге? Это настолько страшная тайна, что я даже отказываюсь назвать точные сроки, потому что не хочу не оправдать вашего доверия. И, в общем-то, я думаю, что этот стадион в конце концов будет открыт, но на нем будет стоить так дорого, что он войдет в книгу рекордов Гиннеса. Потому что строят его уже пять лет, китайцы бы его построили за год, ну, немцы, скорее всего, года за три, но строить его пять лет, и причем этот стадион был построен на месте достаточно эффективного и хорошего послевоенного стадиона имени Кирова, то я считаю, что это, в общем-то, это не строительство, это просто освоение бюджетных средств. Кто же осваивает эти средства? Частные компании или государственные структуры? Это нерушимое единство государственной структуры, которая выступает заказчиком, и, соответственно, подрядчика, который обеспечивает освоение бюджетных средств с определенным зачислением суммы, то есть 10%, 20%, 30%, говорят некоторые ценники, что уже и 70% отката, идет государственным чиновникам, которые объявляют конкурсы, и, соответственно, срывают сроки сдачи для того, чтобы провести дополнительное оснащение и, соответственно, сэкономить дополнительные средства. То есть, как и в Соединенных Штатах, в России мы можем говорить об эффективном взаимодействии бизнеса и власти. Не то слово. Это эффективное взаимодействие заключается в том, что деньги уходят, частные лица богатеют, государственные чиновники тоже, а стадион, ну, стадион, он все равно будет открыт когда-нибудь. Спасибо большое. С нами был Евгений Пашковский, креативный директор благотворительного турнира по дебатам в памяти Александра Александровича Кондратова. И мы говорили о первой теме, о том, должно ли государство финансировать спорт высших достижений или нет.